Всем здарова народ, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара, 2 декабря 2023 год, как всегда по волнам блокчейн, крипто салатик я вам подготовил, очень интересно. Фиксируем рынок для начала, капитализация у нас уже выше 1,6 триллионов, бабло начинает потихонечку перетекать в крипто монет на рынке тоже больше 26 667 единиц на рынке буквально там год-два назад было всего лишь там 3000 монет еще там пару лет назад вообще там 100 200 300 монеток а теперь видите какие тут уже цифры накатывают рулят конечно же биткоины эфир биток у нас 38 800 эфир 2100 xrp 06 солана 62 кардана 039 и так далее в общем на рынке красота как всегда я только закупаю монеты по возможности составляя свой крипто портфель в это гребанное будущее и ничего не продаю стейкую монеты накапливаю получаю проценты потому что нас ждет ну в общем пипец просто какой-то ждет и хорошие есть мысли что будет и не очень поэтому поговорим сейчас ну вообще как бы чтобы было в итоге все хорошо нужно всегда пройти путь в котором какой-то должен быть бардак в любом фильме в принципе все так и происходит как в общем-то и в жизни начнем мы с того что маг matrixport пишут что в 2024 году bitcoin может вырасти до 125 тысяч долларов аналитики matrixport сделали смелый прогноз изменения цены биткойна и заявили что на фоне халвинга стоимость первой криптовалюты может взлететь аж до 125 тысяч учитывая ожидания от продолжения бычьего тренда а бычий тренд я думаю что уже начался потому что срабатывает такая фишка как я не успею все сейчас работа забогатеют и я и я я должен и короче начинает вливаться бабло вот мы подтверждаем наши прогнозы цена bitcoin составит шестьдесят три тысячи сто сорок к апрелю двадцать четвертого года и сто двадцать пять тысяч к концу того же года ну в общем к началу двадцать пятого года с 24 там по 25 цена будет расти я в принципе тоже также думаю что так и будет в начале мы где-то до 60 доберем а потом уже концу на мы полетим вверх и в районе от 120 до 160 будет вот эта цифра играть ну давайте посмотрим да все вот это двадцать четвертый год говорят вот это все хорошо и прекрасно но не бывает прекрасно без каких-нибудь непонятных событий потому что мы люди а люди не могут как бы только хорошо делать люди сначала все испортят а потом пытается все починить такие вот мы существа ученые предсказывают сильнейшие вспышки на солнце которые могут нарушить работу интернета ну и вы тут скажите а при чем тут солнце и крипто все тут блин взаимосвязано потому что я думаю что у каждый уже понял что на планете что-то происходит с погодой она просто ведет себя очень очень нестабильно и ладно бы это только в каком-то одном регионе была проблема до сказали в дай ну ладно там там всегда так происходит но не это по всему миру всякие разные процессы катаклизмы нестандартные погодные явления также очень сильно магнитные поля играют реально я прям сам прочувствовал вот хотите верьте нет вот как только объявляет вот эту магнитную бурю когда она должна сильно как бы срабатывать реально башка трещит вот и не знаю напишите у вас так или нет вот например вчера 1 декабря было и вот 1 декабря я утром проснулся и просто блин в ламы просыпаться при том что я сплю хорошо как бы я них не хожу на какие-то там работы поэтому высыпаюсь я просыпаюсь в стандартной форме как бы ну выспался проснулся и это у меня где-то восемь часов но в девять там часов летом вообще в 67 могу просто сам а тут блин уже 11 час блин и глаза еле открываются в течение дня такой тупой день короче груженый какой-то вроде ничего не происходило и башка трещит и только вот когда ночь закончилась вот сегодня с утречка более менее нормально до этого тоже когда объявляли вот эту солнечную активность такая же фигня короче происходило при том что я вообще не болею я по жизни вообще ничем никогда не болею и даже вот эти все короны и вот вся история я этим не болел мне вообще похер понимаете на все это дело у меня настолько мощный иммунитет и никогда не болел я вообще не помню что я когда-то в этой жизни болел вот может быть там в детстве а так вообще по барабану все а тут именно вот этот момент я прочувствовал первый раз в жизни и еще такую штуку скажу дополню я закрытому себя в чате тоже скидывал информацию как раз в этот день прикиньте у нас над поселком представляете пролетают спутники илона маска просто не знаю мы офигели у меня сестренка как раз телефон собой там был успела вот это все дело заснять периодически выходим естественно гуляем не всегда с собой телефон берем в эти морозы и тут у меня сестренка раз это все дело засняла сначала не поняли что это такое а потом уже сейчас покажу вот спутники илона маска я вам картинки покажу потом можете у меня на канале я в этом в коротких видео это закинул тоже ну примерно вот такая короче штука мы вообще офигели типа что это такое в небе какие-то точки которые равномерно распределены летят одновременно и потом потихонечку исчезают и у нас сестренка говорит эдгар и на к нам че инопланетяне прилетели что вообще происходит что это говорит такое я сначала подумал может быть здесь рядом аэропорт находится возможно они чего-то ну что это сколько живем ни разу такого не видел чтобы аэропорт такие вещи делал закинул в чат закрыты закинул знакомым и они мне говорят эдгар ты чё это же спутники илона маска я говорю и что это такое прям редкое явление они говорят конечно ты чё там люди там собираются вычисляют время когда они пролетят чтобы этот момент заснять а мы просто гуляем короче и вот такая штука и потом я по посмотрел по как должны эти спутники крутиться и они проходят прям над нашим домом оказывается путь проложен по всему земному шару вот в космосе это все дело не в космосе вот я не знаю где там эти спутники гребаные летают и прикиньте в это же время до объявили в этот день магнитную вот какую-то магнитное влияние и в этот же день пролетают вот эти вот спутники и молчание вообще никто ничего не говорит у меня сразу вопрос что делают спутники вообще в россии илона маска как это вообще работает да вот они же получается все фиксируют или им запрещено это делать вот этот момент я не знаю и потом почитал оказывается спутники илона маска это новый формат интернета и они хотят покрыть планету земля вот этим новым интернетом и потом думаю блин а возможно это вообще никакое не солнце а это просто спутники так работают и когда они летят и сканируют происходит вот это вот процессы с магнитными полями и нам всем хреново от этого и потом читаю еще вот такую штуку новость выходит да ученые предсказывают сильнейшие вспышки на солнце которые могут нарушить работу интернета ученые из индии заявили что в двадцать четвертом году как раз когда будет халвинг биткоина ожидается машь мощнейшие солнечные вспышки по их словам это может повлиять на работу различных систем на земле дальше примерно каждые 11 лет солнце проходит через так называемый солнечный максимум когда на его поверхности появляется множество причудливых темных пятен они также провоцируют сильнейшие вспышки энергии в направлении земли вызывая магнитные бури которые могут повредить спутники и нарушить работу интернета новое исследование показывает что этот солнечный максимум наступит раньше тем ожидалось скорее всего в начале двадцать четвертого года еще просто добавили что как раз когда будет халвинг биткоина новый прогноз исходят от индийской группы ученых и контрастируют контрастируют с последним прогнозом наса согласно которому мощные вспышки ожидаются в конце 2025 года и тут прям как будто смотрите начало двадцать четвертого года в индии и конец двадцать пятого года в наса но они просто сейчас только что проговорили про халвинг биткоина и взлет крипты как раз таки вот то что двадцать четвертый год вот и до двадцать пятого года и циферки у нас повысится просто вот это все очень сильная взаимосвязанная штука и тут они о чем говорят что заранее раньше никогда вот про эти магнитные бури прям так сильно знаете ничего не говорили ну да там что-то обсуждали магнитные бури солнца вспышки бла-бла-бла и в общем всем было пофигу на это а сейчас прям серьезно вкидывают эту информацию и эта штука должна начаться с двадцать четвертого года сначала и продлится до двадцать пятого года потом я еще одну новость прочитал вот что вот таким вот образом выглядит на данный момент вот огромная коронарная дыра на солнце причина следующей магнитной бури эта область с особенно сильным истечением солнечного вещества при попадании на землю на землю в такой поток происходит магнитные бури северное сияние короче вот эти магнитные бури когда они достигают как раз таки земли проходят наша земля в общем устроена так насколько я это изучил что у нас есть пол полюса и когда вот это все достигает как раз таки в нашей земли это все бьется там озоновый слой и отводится в полюса там это все гасится но какая-то часть проникает в нашу систему земли смешивается с газами и в итоге мы получаем вот это северное сияние но сейчас северное сияние я могу лично вам подтвердить я лично видел у себя над головой у нас здесь башкирии было очень сильно мощное солнечно вот это северное сияние которого здесь не должно быть в общем это говорит о том что действительно какие-то вот эти солнечные вот эти поля магнитные бури и вот эта вся история в общем она достигает серьезные проникает в атмосферу земле и она не отводится по полюсам получается это вроде как действительно есть и мы видим эти это северное сияние и она прям здесь реально очень красиво раньше чтоб такие вещи увидеть нужно было там экспедиции куда-то специальные камеры дорогущие там чтобы заснять это северное сияние или там увидеть это эти спутники илона маска надо было куда-то тащиться где-то чего-то да как-то теперь что нужно сделать теперь просто надо на улицу выйти вот пожалуйста у меня над головой периодически есть северное сияние и спутники илона маска и реально вот прямо остается чтобы еще инопланетяне в натуре вот я вот угораю угораю а то они прям прилетят и я уже не удивлюсь вот просто не удивлюсь и вот теперь смотрите нам вот эту тему загоняют и я вам могу прям подтвердить действительно это влияние есть вот как это работает не знаю вот эти магнитные бури они то ли действительно от солнца то ли это просто вот эти спутники летают и новая технология работает они тестируют вот этим все и смотрите к чему теперь я это все дело говорил какая связь вообще с криптовалютой так как мир переходит на блокчейн и это нужно вводить и на момент когда будет как раз таки холвинг битка возможно начнется один из крупнейших так сказать переходов вот этот ажиотаж и и тф будут водить и много каких законов будут вводить вообще чего только не произойдет за двадцать четвертый двадцать пятый год это просто держитесь вот пристегните ремни и переживите как-то двадцать четвертый двадцать пятый год многие люди думают ну все теперь уже более-менее спокойно все хорошо двадцать четвертый двадцать пятый год вам вынесут мозг так что вообще просто и такими такие вещи будут загонять что охереете просто нежданечки вот одна из тем это что-то вот из формата солнца в чем-то там виновата и смотрите на тот момент когда будет происходить вот этот серьезный переход чтобы успокоить людей или ввести в какой-то такое сумасшедшее состояние чтобы они не смогли более сильно думать вот я реально вам говорю прям вот клянусь я с утра проснулся и мне было вообще похер на вообще какая там крипта какой что вообще похер башка просто ну такое ощущение что вот она как будто знаете как на самолете когда взлетаете летите а потом когда долго летите в самолете и вот это гул какой-то в башке какое-то тупое состояние такое какое-то сонное туманное непонятное там вообще сильно думать неохота вот такая фишка и я это сопоставляю не знаю может я конечно фантазирую может быть это да мои фантазии просто вот говорю делюсь с вами там напишите вы так думаете или нет или я просто на придумывал вот возможно когда будет вот этот переход на этот момент они будут использовать как раз вот эти вот системы под прикрытием солнца как будто это сон солнечные бури заранее вкидывают информацию людям что будут солнечные бури якобы на солнце это происходит сколько лет там один раз бла-бла-бла-бла-бла кто из нас это проверял никто вот сказали это солнце значит это солнце а в действительности возможно это уже как раз новые технологии которые они сейчас уже используют вот этот весь бардак в мире с погодами возможно это уже искусственная тема и как раз на момент перехода глобального на блокчейн они максимально будут использовать вот влияние на людей именно вот этой вот штуки вот этих солнечных якобы вспышек и просто совпадает очень сильно как вы видите да куда там вот прям вот с 24 по 25 год но не из 26 по какой-то почему-то не в прошлом году не позапрошлом блин году какого хрена именно тогда когда будет халвинг битка и в двадцать четвертом обалдеть сколько всего должно произойти все топовые компании на планете земля перенесли видение своих заказ законов правил вообще всего на двадцать четвертый год примерно во время халвинга и после в общем промежутки с 24 по 25 етф там будет приниматься законы все будут приниматься вообще чего только не будут делать вообще в двадцать четвертом туда же и солнечные вспышки вдруг к откуда не возьмись блин что еще там осталось вот тут а вот только инопланетяне ждем только их вот действительности я вот предполагаю что они просто ну что-то типа знаете будут глушить как только будет это наверное какие-то моменты будут они будут вводить вот эти системы многие не будут с этим соглашаться и будут включены вот эти магнитные бури и люди просто начнут тупить и не смогут как бы ничего с не смогут с этим поделать если кто-то не хочет принимать эту систему вот так это моя фантазия как бы это не не знаю просто я тут сижу и фантазирую так что может быть вот так поехали ребята дальше тем временем да один из крупнейших держателей биткоина вложил в биток 600 миллионов долларов занимающийся разработкой программного обеспечения американская компания microstrategy один из держателей самого большого запаса биткоина докупил еще короче битков на 600 миллионов долларов 8 в общем откуда они бабки берут не знаю и вот это микро стратегии приобрела дополнительно 16 130 биткоинов и теперь владеет сто семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать битков сообщила компания если считает что bitcoin был приобретен по средней цене 30 тысяч что компания сейчас держит 5 и 28 миллиардов первой криптовалюте и вот с одной стороны говорят что нахер биток правильно да а тут люди потратили уже блин такое количество денег ну я не знаю но это просто какой-то я понимаю какой-то миллионер просто тупанул возможно сделал ошибку там купил крипты возможно неправильный ход сделал да но это на протяжении многих лет крупная компания инвестиционно чем только она не занимается там по любому не идиоты сидят вот эти которые решают что делать куда инвестировать да и они блин накапливают сумму аж прям превращаются в каких-то богов если действительно блокчейн мир наступит следующий и биток подлетит да там каких-то серьезных сумм вы представляете кто стан станет богом на земле вот эта компания сейчас просто вот я не знаю там каждая собачка на улице будет прям остановить любую собачку скажете вы ты знаешь кто такое микро стратегия не тяф 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 конечно же базаров 0 знаем это же боги крипты тогда они станут как вот в фильмах про постапокалипсис или там будущее где там рулят корпорация и все такое только вот они корпорации в принципе и будут не государственные пенсионные фонды австралии увеличили запасы криптоактивов на 400 процентов вот австралии пенсионным фондом тоже делать нехер получается тоже сидят значит вот как вот здесь люди любят говорить вот идиоты да вот идиоты делать нефиг вот им покупают какую-то херню вообще вот что они покупают согласно данным австралийской налоговой службы налоговая служба коротко у них а то базаров а то еще а то прикольное название согласно налоговой службы а то а то ты чё вообще по состоянию наконец третьего квартала двадцать третьего года более 600 тысяч самоуправляемых пенсионных фондов австралии ни хрена себе на нужно сейчас здесь сказать 600 тысяч пенсионных фондов у них есть и они таки с другой стороны мне говорят а то я вообще в афиге конечно вот первый раз такое 600 тысяч самоуправляемых пенсионных фондов в австралии блинов нафига столько пенсионных фондов я знаю один пенсионный фонд в россии ну как если возьмем какие-то негосударственные типа там но это банки типа там сберы втб и всякие там пенсионные фонды ну 600 600 ладно а 600 тысяч пенсионных фондов это чё блин на каждого человека свой пенсионный фонд что ли там вот в австралии что за прикол заявили об инвестировании средств в цифровые активы обалдеть в общей сложности сумма вложенных в криптовалюту средств превысила 658 миллионов долларов даже блин смотрите если 600 тысяч компаний пенсионных фондов и как говорится на рыло выйдет по миллиону долларов нет сколько там получится 658 миллионов короче нужно 658 миллионов если у меня калькулятор тут осилит эти цифры 658 миллионов так раз-два-три раз-два-три осилит поделим на 600 тысяч два так 600 тысяч до вроде правильно так миллионов до сколько тут получается короче не буду сейчас считываются считываться до хера короче денег 658 миллионов долларов это пенсионные фонды в крипте держит рост криптовалютных запасов негосударственных пенсионных фондов вырос на 400 процентов сколько в там на каждого не выходило мы если просто взять вот эту сумму если крипта подлетит в будущем то эти пенсионные фонды просто станут мега супер мега магнатами какими-то тоже боги будут получается этом пенсионеры будут просто я не знаю там в вине плавать вот еда будет золотом посыпаться вот что им такое не знаю у них там не жизнь будет а просто рай какой-то вы представляете если так пенсионеры будут в крипте блин денег сделаю же обалдеть по данным налогового ведомства австралии в среднем по стране объемы криптовалютных активов не превышает 0 1 процент от общего объема чистых активов пенсионных фондов однако эта доля может варьироваться в зависимости от фактического размера фонда короче и тут они опять горят а то братан чё ты хотел вообще и тут у нас блин какие пенсионные фонды какой что вот у нас знаете какая новость смотрите цбрф выступили против развития криптовалютной инфраструктуры в россии по словам главы департамента финансовой стабильности банка россии елизаветы даниловой у регулятора нет плана по созданию и развитию инфраструктурных площадок по работе с криптовалютами как и раньше цбрф говорит о возможных финансовых рисках ну блин ну не могу вот это вот никак в голове состыковать ну австралия да как мы знаем да они живут неплохо да тоже не идиоты да очень неплохо до страна существует и там соответственно если они хорошо существуют живут да значит ему не дураки наверное соответственно есть какие-то организации которые решают куда в инвестировать грамотно как бы более-менее грамотно какое-то инвестирование в что-либо и они выбирают крипту как инвестирование для пенсионных фондов и считают это правильным и не считают это рискованным а здесь почему-то вот что это финансовые риски для граждан страны при использовании криптовалютных площадок поэтому регулятор не поддерживает развитие такой инфраструктуры при этом средства граждан должны работать в экономике страны они в криптовалютной сфере считает данилова короче она хочет сказать что шоколаде вы точно там плавать не будете вот золотом посыпать еду тоже не будете вот не получится и вот она говорит наша позиция остается неизменной мы видим риски вовлеченности граждан в рынок криптовалют и по-прежнему считаем что развитие какой-либо инфраструктуры только повысит эти риски сделав эти продукты более массовыми нас беспокоят риски с точки зрения благосостояния граждан вот их беспокоит благосостояние граждан риски мошенничества инфраструктурные риски и так далее не знаю не буду спорить может быть она права как бы я не начальника да она так кто она глава департамента финансовой стабильности банка россии ну наверное она больше знает если она так считает что нахер крипту в россии ну наверное не знаю как вы думаете вообще даже спорить не буду с высоты как бы наверное лучше они лучше знают кто живет в россии нужно это не нужно как бы время покажет да возможно правильно говорит нахер крипту вообще тем временем австралийцы отложили себе на пенсию более 658 миллионов криптовалюта когда за последние четыре года объем цифровых активов в австралийских самоуправляемых пенсионных фондах на 400 процентов подлетело налоговое управление а то по состоянию на третий квартал 612 тысяч самоуправляемых вообще конечно даже вчитываться не хочу ваш грустненько встает дальше поехали биржи кракен обвинение властей против нас полностью выдуманы короче у многих бирж очко жим жим конкретно сжимается до на на уровне потому что сек просто наезжает на все биржи подряд сейчас потому что грядет что солнечная буря с двадцать четвертом году поэтому наезд на бирже криптовалютной бирже кракен которая предъявила обвинение комиссии по ценным бумагам и биржам сша сек собирается бороться с регулятором и отвечать на все жалобы в суде комиссии по ценным бумагам и биржам утверждает что кракен это клиринговая палата и брокер дилер ничего подобного не существует в реальности это целиком и полностью выдумано сек и мы с этим не согласны заявил юрист ну короче согласны кто там согласен не согласен всех будет просто там всех всем всем биржам получит короче леща поэтому что храните деньги в сберегательной кассе вот так под названием леджер альфа банк избер впервые проведут межбанковскую сделку с цифровыми активами так нужно предыдущую до новость надо прочитать до чтобы было очень понятно что происходит давайте вот так вот сделаем смотрите тут что говорится что развитие криптовалютной инфраструктуры в россии не нужно до типа нахер крипту вот здесь глава департамента финансовой стабильности говорит нахер крипту это все рисковая херня а вот альфа банк избер проводит международную сделку с цифровыми активами они горит не не нахер крипту в альфа банке рассказали что проведут две сделки с цифровыми финансовыми активами совместно со сбером это первая подобная операция на рынке цифра речь идет о выпусках краткосрочных долговых обязательств которые банки выпустили на своих собственных цифровых платформах срок размещения обоих составляет с 4 по 11 декабря доходность 15 процентов годовых нехило в банках рассказали ли что объем выпуска составляет 1 миллиард рублей вообще не рисковая штука просто правильно да зачем рисковать правильно всего 1 миллиард ну тут же написали что это риски но неужели они не могут послушать вот женщину вот смотрите развитие какой-либо инфраструктуры только повысит риски сделает это все массовым проблемой вот риски с точки зрения благосостояния граждан они берут миллиард вбухивают в цифровые вообще просто не слушаются вот эту женщину ну вот как так нужно же слушаться мы подключились к платформе друг друга для расширения возможности финансирования наших общих корпоративных клиентов организации синдицированного кредитования что первый раз такое слово слышу синдицированный как будто синдикат какой-то они короче своим клиентам синдикатом кредитования в том числе со вторичным рынком вот каждый раз когда вот так новости читаю какие-нибудь там альфа банк или сбер или чем там пишут там такие слова новые узнаю постоянно цифра уже для меня обычное слово стало цифровые активы теперь новое слово вот вместе с вами узнаем организации синдицированного кредитования как будто какой-то фильм там гонконг такой-то год гонконг синдикат кредитования который контролирует этот район что-то типа какой-то фильм начинается топ-менеджер уверен что проведение сделок позволит пройти процесс технологического и методологического взаимодействия от начала до конца от рассвет до заката это важная веха в организации крупных сделок корпоративных клиентов рынок цифра находится в стадии активного роста мы видим что межбанковское партнерство будет играть значительную роль в развитии этого бизнеса в целом ну у меня тогда вопрос развитие для кого это все если вам нормально и внятно вот женщина говорит что нахер это не надо это все рисковая тема ночью вы не слушаетесь вообще вот елизавета данилова вам четко и ясно говорит у регуляторов нет плана по созданию инфраструктурных площадок по работе с криптовалютами вот чё не слушаются пацаны тут вообще объединились и что-то темы мутит какие-то а тут елизавета данилова говорит так нельзя вот слушайтесь и и french hill законы о криптовалютах могут быть приняты в сша совсем скоро и вообще нахрен противоположная новость просто вот тут только знаете что нужно чтоб магнитные бури сейчас включили чтобы у меня голова заболела и я такой да нахер короче это все и пошел вообще не знать чай пить просто сидишь такой там женщина говорит крипта говно тут сберс альфа банком говорят мы объединились классно тусим миллиард вложили 15 процентов годовых все ништяк вот в америке говорит скоро будут законы по крипте приняты в австралии закупают крипту кто-то объявляет что нам всем хана двадцать четвертом году что типа там все магнитные бури там ледники тают жопа мира скоро наступит прям конкретно чего они тогда крипту закупают если земле хана да вот зачем это все они делают вообще непонятно столько пугалок и шугалок что ну все мы замерзнем все сгорят но что-то из этого всех затопит как остается ноев ковчаг строить столько всего наговорили что с нами должно произойти с человечеством и тут же они горят а мы примем закон и мы вот купили крипту ну блин тут тоже только сказать натуре вы чё долбанули что ли зачем вы это делаете тогда если ну все апокалипсис зачем столько крипты закупать какие-то там законы делать мир уже конец все там вторая часть фильма я ли легенда выходит получается все там мало только он и останется так давайте посмотрим тут понимаешь апокалипсис нас всех ждет они тут конгрессмен республиканец представляющий штат арканзас в палате представителей заверил ему вообще пофигу на апокалипсис и он вообще это все не его тема он говорит законы о регулировании криптовалют на территории сша могут быть приняты уже в начале двадцать четвертого года интересно это с халвингом тоже не связано и он говорит что нам нужна правовая база для цифровых активов большой пробел в том что у сфтс и сек нет инструментов для контроля этой новой формы собственности поэтому регуляторы не могут применять разумные меры объяснил член комитета по финансам вот так вот что-то новенькое типа сказал тем временем тоже тут вот компания бит фармс закупит асиков майнеры убит май на 95 миллионов долларов тут тоже пацаны вообще крыша поехала они не в курсе что там скоро апокалипсис что солнце скоро вообще спалит планету земля и просто на 95 лямов покупают какие-то металлические асики вот эти железки подключают проводки чё-то там хернёй куда страдает нет чтоб блин на забухать тусить веселиться последние дни на планете земля отметить 95 лямов вливают какие-то асики с ума сошли специализирующая на добыче биткоинов канадская компания заказала у производителя майнингового оборудования 35 тысяч восемьсот восемьдесят восемь устройств антимайнер т21 общая сумма сделки составляет 95 миллионов долларов цена каждого устройства 2660 рублей поставка запланированы ого смотрите какая дата март двадцать четвертого года по май двадцать четвертого года и как вы думаете почему они закупают вот это оборудование да потому что будет гребаный холдинг биткоина и он сократить добычу в два раза и чтобы им добывать ровно столько же крипты как они добывали остаться на плаву так сказать им нужно просто как бы перекрыть этот момент по добыче увеличить оборудование соответственно в два раза чтобы остаться на добыче ровно столько сколько они добывали ну и соответственно сейчас до холдинга битка огромное количество разных майнинговых компаний на планете земля будут закупать оборудование и вы посмотрите вот новости разные очень много выходит новостей что идет серьезный закуп оборудования и например многие топовые персонажи в крипто мире вкладывают в это дело например в казахстан тоже очень много майнингового оборудования закупается вот зачем да вот тоже вопрос а зачем тогда ну и последнее не твои ключи не твои монеты как проблемы бишь отражаются на владельцах криптовалют это действительно так и есть все короче идет к тому что будут гасить всякие разные биржи короче придумают вам кучу всяких разных проблем поэтому 24 25 год как бы сохраниться и пережить это только холодные крипто кошельки все остальное в любой момент так или иначе создаст вам проблемы вы просто теряете свою криптовалюту поэтому здесь есть вот как раз таки статья проблема бирж владение ключами вот регуляторы по всему миру все больше закручивают гайки криптовалютным платформам в надежде взять под контроль индустрию это приводит к штрафам арестом руководства и прекращение деятельности платформы кроме того биржи могут подвергнуться взлома за более чем 10 лет существования в индустрии почти не осталось площадок которые не сталкивались бы с проблемами безопасности например на прошлой неделе биржа htx ранее хьюби и сеть хека были взломаны на 110 миллионов долларов руководство платформы пообещала возместить пользователям все убытки однако стоит понимать что такое под силу далеко не всем игрокам сферы вот и для хранения крипты вот стоит использовать некосредиальные кошельки где владелец знает не только открытый ключ но и закрытый ключ на рынке есть разнообразные поставщики этих кошельков вот ну и остальное вы уже думаю знаете сид фраза у вас должна быть вы должны быть владельцем крипто тогда крипто принадлежит вам если у вас нету сид фразой где бы это крипто не лежала она вам не принадлежит в любой момент накроют магнитными бурями какой-нибудь биржу и все и до свидания вы будете только помнить вспоминать и поминать вашу крипту вот и все такое так что ребята те кто хочет грамотно разбираться в криптовалюте но помню что у меня есть курс который постоянно пополняется бесплатно новыми уроками здесь уже больше ста уроков все подробненько по холодным крипто кошелькам это самый топовый кошелек ledger и здесь полностью у меня раскладка где купить что сделать если у вас кошелька еще нет лучше даже курс себе приобрести чтобы понимать что это такое как это работает где это купить у меня все это дело здесь есть все что касается леджера стейкинг хранения активация удаление система безопасности в общем состыковка с другими кошельками защита ваших социальных сетей с помощью холодного кошелька ledger в общем много-много чего и вы можете вот зайти ссылка будет в описании переходим вот сам курс вписываем имя почта галочка заказать оплачиваете получаете доступ если не получается оплатить в этом другой страны или там магнитные бури каким-то образом мешают этим международным переводом то напишите в личку в телеге и можете оплатить криптой вот так так что на этом наверное ребята завершим вот желаю вам выжить в этих магнитных бурях следующих годах да это двадцать четвертый двадцать пятый год короче как говорится кольцо сжимается до нано уровня я думаю что до этого до финиша добегут не все со своей криптой вот всем счастливо увидимся в будущем бесконечности да прибудет с нами горёбаный блокчейн в Продолжение следует... Продолжение следует...